приветствую вас давайте мы с вами попробуем разобраться с тем что вы написали значит мне безумно нравится мужчина который в свою очередь будучи в состоянии алкогольного объединения выразил эмпатию но после стал игнорировать и избегать встреч значит вообще вопроса своего вы как такового не задаете да вот вы спрашиваете и собственно говоря все на значит смотрите что можно сказать во первых наверное основной момент здесь он такой что мужчина вероятнее всего относится к вам мягко говоря поверхностно то есть он достаточно поверхностно относится именно к вам к тому что вы представляете ну для него вот мужчина скорее всего что вас в вас не влюблен и симпатию к вам он если и испытывает то явно ну не такую да вот не такую как значит вам бы хотелось понимаете то есть мужчина он если в вас и влюблен то явно он настолько вот настолько он не уверен в себе что даже не готов с вами как-то вообще взаимодействовать да и вам нужно для себя понять а вы вообще такого мужчину хотите хотите чтобы такой мужчина был с вами или или все таки вы считаете ну что мужчина мужчина он должен быть все таки более такой решительный да более такой такой настойчивый может быть и так далее а далее насчет значит совершенно непонятно из вашего текста насколько вы общаетесь с ним насколько вы знаете его насколько хорошо вы знакомы как много у вас есть общего вот эта вот вся история она не совсем здесь понят почему он вам безумно нравится это вот пожалуй такой один из самых важных вопросов почему он вам безумно нравится то есть вы говорите что он у вас у вас к нему к нему этому безумная симпатия а так а то есть на мой взгляд нужно ну вот師行 определитесь с тем а что это за за безумная симпатия почему она безумная и И какова вообще природа вашего чувства к мужчине, да? То есть, если вы, например, хотите делать его счастливым, да, то это, соответственно, одно, если он вам нужен для себя, да, для удовлетворения своих каких-то желаний, то это совсем немножечко другое все-таки, вот. И тут нужно, чтобы вы были, ну, как можно более в гармонии с собой, потому что от того, как вы это для себя понимаете, от того, как вы решаете для себя этот момент, зависит на самом деле очень много. То есть, вплоть до вашего определения своей позиции по отношению к мужчине. То есть, симпатия – это хорошо. Симпатия – это здорово, но нужно, чтобы эта симпатия, да, чтобы она была, ну, в адекватной форме. Вот, то есть, либо, либо чтобы человек выступал для нас в качестве такого объекта для вложения, то есть, чтобы вы хотели сделать его счастливым, например. Либо, либо выступал он бы в качестве носителя вашего желания, носителя источника удовлетворения ваших потребностей. Вот, и тогда эти потребности надо выразить, подумать, как их можно удовлетворить, чтобы из них делать себя зависимой, да, чересчур от мужчины. И уже после этого можно будет более независимо себя вести и по отношению к ним. Далее. Значит, у вас есть страх отказа. И здесь очень много разных есть причин для этого страха, начиная от линейного комплекса, когда вы, ну, случайно с кем-то начали встречаться и получили подкаст, стали принимать это все на свой счет, стали думать, что дело в вас и так далее. И заканчивая такой позицией, которая, ну, может охарактеризовываться как конфликт с родителями, когда вы постоянно получали от родителей утверждение и, возможно, подтверждение того, что вы, ну, например, никчемная, там, ненужная и так далее. Вот. Значит, а сейчас, на данный момент, нужно понять, что страх отказа, в любом случае, вот в любом случае, делает вас не свободны. Ну, в отношениях. Страх отказа в любом случае создает сверхмотивацию для того, чтобы вы, ну, например, находились с этим мужчиной в отношениях. То есть для вас это может быть очень важно. Для вас очень важно, чтобы вы были в отношениях с мужчиной. Но почему для вас важно быть в отношениях с мужчиной? из-за чего вам важно это так сильно? Вот это в общем-то непонятно. Потому что, ну, как бы, вот. Непонятно, из-за чего такая нуждаемость в мужчине. Вот именно ваша нуждаемость в нем. Но страх отказа, страх отказа, он в любом случае, в любом случае что-то нам на эту тему скажет. То есть анализ того, почему вы боитесь отказа, да, анализ того, что для вас означает отказ, вот анализ этого в любом случае даст необходимую информацию о том, значит, почему вы так хотите быть с этим мужчиной в отношениях. То есть это в любом случае является необходимой необходимой так сказать сферой, которую нужно разобрать. Если вы хотите конечно вести себя максимально независимо, максимально свободной и максимально характерной. То есть я могу сказать, что мужчина очень может быть вами идеализируется, потому что вам в принципе например нужно или нужно или хочется быть в отношениях. Вот. Но это только предположение. то есть это не утверждение, это предположение так может быть. Вот. И есть сверхмотивация ваша, желание быть с этим мужчиной, желание просто выступить в отношениях. Есть навязчивые мысли, которые тоже свидетельствуют о том, что вы можете в себе что-то подавлять, например, и так далее. Есть страх отказа, то есть неуверенность в себе, и некие представления о том, что отказ этого мужчины, например, грубо говоря, быть с вами или нереализованность в отношениях может привести к какому-то негативному представлению именно вашему о себе, либо вы не добьетесь того, чего хотите. Здесь есть, конечно, такие возможные нюансы, возможные варианты, которые, на мой взгляд, являются достаточно важными, если мы хотим, опять же, если мы хотим понять, что с вами происходит, что вами движет, и так далее. Потому что, понимаете, объективно, чисто объективно, мужчина, он может отказать вам. И это, в общем, нормально. Он может отказать вам просто потому, что у него нет чувств, например. И он, допустим, знает, допустим, может знать, да, что вы, например, не будете с ним счастливы, допустим. Если мужчина это все знает, он вам и отказит. Но вы по какой-то причине будете считать, что все дело в вас. И вот это то, что, грубо говоря, заставляет вас думать, что у вас проблема. и является тем, что нужно разбирать именно вот с вами. Потому, что это важно, и это не делает вас свободны. не дает вам чувство свободы, а наоборот рождает в большей степени принуждение, да, то есть не свободное поведение. Вот. И на мой взгляд, если вы хотите вот разобраться с этой проблемой, то нужно выделить. Во-первых, нужно выделить вашу симпатию по отношению к мужчине. Так? Вот. Ну, это первое. Значит, второе это ваши желания, которые имеют место быть. И третье это страх. Откат. Вот. Который значит также имеет место быть. И вот эти три момента нужно разобраться. Просто потому, что. Просто потому, что это важно. И тогда будет понятно как раз-таки откуда ваша нерешительность, с чем она связана и что с ней дальше нужно делать. Вот. вот так я думаю пока что вы можете для себя взять за правило думать я хочу поговорить с мужчиной. Я боюсь, что он меня скажет. Чего я боюсь? Конкретно. Чего я боюсь? Произошло ли то, чего я боюсь? Если, например, он не захочет со мной общаться. Произойдет ли то, чего я боюсь, если он не захочет со мной общаться? Вот. Значит, если произойдет, то насколько это будет страшно для меня, если произойдет, насколько это будет для меня страшно. И, собственно говоря, что я могу сделать в этой ситуации? Что я буду делать в этой ситуации? Если это произойдет, а если это будет страшно для меня, и, значит, что я могу сделать? вот такую вот трехступенчатую модель мышления здесь я вам предлагаю для того, чтобы снизить пока ваш страх отказа. Но нужно понимать, что в корне страха отказа лежит, к сожалению, ничто иное, как неуверенность вероятно может быть страх одиночества. Вот. И эти моменты, они важны. Эти моменты, они очень серьезны для вас. И нужно понимать, что сами по себе они к сожалению не пройдут. Сами по себе они не исчернут. Сами по себе эти моменты они никуда не денутся. Вот. Поэтому вы, если хотите, чтобы у вас в жизни ситуация складывалась более подконтрольно вам, да, то нужно, чтобы вот этот страх из-за боли ушел. Вам не нужно его подавлять на самом деле. Любое подавление есть плохо. Вам не нужно его подавлять. Вам нужно умело, грамотно его реализовывать. страх это свидетельство опасности. Ага, я чего-то боюсь, значит, что-то представляет для меня опасность. Значит, на что-то нужно обратить внимание. Обратить внимание. Обратить внимание на что. Вы об этом скорее всего не задумывайте, не задумывайтесь. ну и надо сказать, что это нормально. Вы не задумывались и вы, в общем-то, и не должны были, наверное. Но сейчас вы обратились к психологу, я полагаю, что это хороший повод начать более осознанно, более сознательно двигаться к своим целям, которые, ну, для вас безусловно важны. Вот. И чтобы в итоге быть счастливой и контролировать свою жизнь. Сознательно принимать решения, да, и сознательно действовать. сознательно выбирать модели своего поведения. Вот. Но это определенная работа. Конечная. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И прежде чем закончить, я бы хотел вас спросить о том, что не спросил раньше, хотя надо было. Вот. Почему вы считаете, что выражение мужчиной вам симпатии в непредном состоянии можно верить? Выражению мужчины симпатии в непредном состоянии можно верить? Почему вы не считаете, например, что мужчина он просто будучи пьяным увидел вас и вы ему понравились? А будучи брестным, он понимал, что нет, вы не так. Откуда такая вера в то, что он действительно может испытывать вам симпатию? Почему вы верите неудачивая? И что мешает ему проявлять симпатию к вам будучи прежним? То есть, если он такой нерешительный, то вам придется брать инициативу в свои руки. И весь вопрос в том, хотите ли вы этого, хотите ли вы брать инициативу в свои руки? Если он решительный во всем кроме этого, может быть стоит просто пообщаться просто сблизиться и посмотреть а вообще это тот человек, который вам нужен или нет. Насколько хорошо вы его знаете. И если он с женщинами решительный и у него вообще никаких проблем нет с поведением мужских, мужских, то может быть это означает, что вы ему просто не симпатичны, а вы приняли желаемое за действительное, потому что вам этого хотелось. В этом нет ничего плохого, в том, что вам этого хотелось, но тем не менее будет лучше, если вы будете адекватно подходить к этому вопросу, дабы потом не испытывать разочарованию. Вот. Могу предположить, что вам не хватает любви. Могу предположить, что вы недостаточно сильно любите себя. Могу предположить, что вы аджейны хотите быть тем. Но опять же, это требует выяснения, почему, что это для вас, и что с этим делать дальше. Потому что подобные желания подталкивают человека к зависимым и со-зависимым отношениям, которые ничем хорошим для самого человека не заканчиваются. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...